Конфликты в сфере, где ведется хозяйственная деятельность, основанная на договорных условиях, не редкость. Введенные правительством России меры по приостановке работы предприятий, в первую очередь в сфере услуг, на период распространения коронавируса, осложнили их деятельность и в некоторых случаях создали конфликтную ситуацию. В частности, между владельцами магазинов, арендующих площади в торговых центрах и арендодателями. Сегодня каждая из них в результате введенных ограничений несет финансовые потери. У магазинов меньше, у торговых центров больше. Такая ситуация сложилась на сегодняшний день и в нашем городе, в ТРЦ Рубин. Мы недавно делали на эту тему репортаж по приглашению владельцев магазинов, арендующих площади в этом центре, которые из-за остановки работы своих магазинов не могут внести необходимую сумму арендной платы и захотели выехать из центра, забрав свой товар. Администрацию ТРЦ, являющуюся арендодателем этих площадей, такой подход не устроил. Она решила воспрепятствовать этому, обосновав свои действия условиями договора аренды, заключенного между сторонами. Мы решили разобраться в данной ситуации, так как похожие конфликты могут разгореться и в других торговых и бизнес-центрах. Правительство России издало 19 марта 2020 года постановление номер 670-Р, касающиеся мер поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно этому документу, все арендаторы нежилых помещений могут получить арендные каникулы на время приостановки своей деятельности. Если это касалось только площадей, принадлежащих госструктурам и муниципалитетам, то этот вопрос решался просто. На том уровне, кому имущество принадлежало. Но что касается коммерческой недвижимости, то предполагалось, что арендатор должен был направить письмо собственнику помещений с просьбой о снижении уровня аренды на время приостановки деятельности, либо ее отсрочки с соответствующим внесением дополнений в договор аренды. Если же арендатор понимал, что он в дальнейшем не сможет выполнять условия договора по оплате аренды, то ему надо было инициировать расторжение договора с одновременным погашением задолженности, либо ее рассрочки с соответствующими дополнениями договора аренды. В свою очередь, арендодатель в лице руководства ТРЦ, исходя из имеющихся у него обязательств по выплате зарплаты своим сотрудникам, а также по выплате коммунальных платежей, налогам на имущество и землю, а кроме того по расчетам с другими контрагентами, принимает решение, в каком объеме он мог бы пойти навстречу предложению арендатора по снижению арендной платы с последующим уведомлением его о своем решении. При таком подходе могло быть выработано компромиссное решение между обеими сторонами. Мы записали позицию каждой стороны конфликта, вознившего в ТРЦ Рубин, и познакомились с договорами и деловой перепиской между ними с целью разобраться, как они решали вопрос арендных каникул. В этом помещении находятся мои вещи, мое имущество, мои документы и деньги в конечном итоге. На сегодняшний день мы не можем никак договориться с ТРЦ Рубин. ТРЦ Рубин сейчас нас загоняет в КБУ, с которым никто не выберется. Мы просто все загнемся. И рабочие места люди потеряют. И мы все останемся без работы. И мы все дружно пойдем на биржу. Мы стоим, мы не зарабатываем. Деньги нам никто не несет. Почему мы должны платить полную аренду? Мы просим просто отдать нам наше имущество. Действительно, по закону, на которое мы имеем право. А дальше мы будем обращаться, конечно, в суды. Между тем, руководство ТРЦ Рубин ответило, что оно в своей работе придерживается договорных отношений, а также учитывает реалии сегодняшнего дня, связанные с непростой ситуацией. Всем арендаторам до одного были написаны письма о том, что на сегодняшний день, во-первых, от даты оплаты была 5 апреля, в связи с сложившейся ситуацией, непонятной ситуацией, которая сейчас сложилась, было принято решение. То есть мы написали о том, что в связи с такой-то ситуацией просим провести переговоры, договориться о новых условиях работы по апрелю месяца, договориться об условиях оплаты аренды, ну и, соответственно, произвести ее оплату. Тот из арендаторов вышел на переговоры, с ним были проведены переговоры, договорились о каких-то приемлемых взаимных условиях, подписаны доп. соглашения и арендаторы оплатили аренду. Кто-то не выходит на переговорные процессы после этих писем, что, в принципе, мы на сегодняшний день каким-то образом составить их не можем. То, что касается вывоза ленивого товара, то есть у нас со всеми арендаторами подписаны договора. И, соответственно, в договорах прописаны пункты о том, что в случае неоплаты арендной платы, соответственно, есть ограничения по пользованию помещения. Выступления Дениса Коноплянка подкреплены подписанными арендаторами договорами и письмами в адрес арендаторов на их обращение по снижению арендных платежей, в которых говорится, что руководство ТРЦ готово снизить аренду на 50% со срочкой выплаты другой половины в следующем году равными долями. Мы попросили высказать свое мнение юристов, кто прав в данной ситуации. В первую очередь, с точки зрения законности действия руководства арендодателя. С точки зрения закона поступает правильно. Он может потребовать оплаты. И там, допустим, если договором предусмотрен, может ограничить возможность людей забрать свои вещи, если идет неуплата для обеспечения исполнения договора. Некоторых арендаторов предложение руководства ТРЦ не устроило. И они решили не следовать условиям договора, а просто вызвать полицию, чтобы она помогла им вывести имущество. Мы попросили президента Тверской торгово-промышленной палаты высказать свое мнение, как должна разрешаться такая ситуация. Снижают арендную плату на вот эти периоды времени нерабочие. Но не то чтобы вообще. Надо понимать, что арендодатель, он тоже говорит, ну извините, вы же помещением пользовались, у вас там оборудование, товар, мы охраняем и так далее и тому подобное. Есть снижение, например, до 50 процентов. И с рассрочкой платежей последующих, когда люди начинают работать. Московское правительство в качестве помощи малому бизнесу для решения вопроса по снижению арендной платы хозяевам торговых и офисных центров наполовину снизило налоги на имущество и землю арендодателям. При условии, что они в свою очередь также снизят плату арендаторам площадей в этих центрах. Это предложение столичной мэрии уменьшило напряженность, но не решило всех проблем. Так как у многих арендаторов и таких средств не оказалось, чтобы заплатить за снимаемую площадь. Как это получилось у некоторых арендаторов ТРЦ Рубин. Матежи просто огромные и подавляющее большинство предпринимателей просто заплатить не может. Поэтому вот возникают вот такие ситуации, когда люди просто уже начинают, видите, сбегать. Поэтому обе стороны, попавшие в сложную финансовую ситуацию, должны были самостоятельно найти компромиссное решение, удовлетворяющее их обоих. Все это позволило бы, пусть и на новых условиях, но соблюсти условия договора аренды. В случае ненахождения компромисса и при нарушении условий договора одной из сторон, остается только один цивилизованный способ решения конфликта – через суд. Что в принципе не выгодно ни той, ни другой стороне. Делая репортаж, мы рассчитываем, что магазины, торгово-развлекательные, а также офисные центры являются не только работодателями, но и инвесторами, которые вкладывают немалые средства в развитие городской инфраструктуры. От эффективности их работы зависит в том числе наполнение бюджетов всех уровней, от которых во многом зависит исполнение своих обязательств властными структурами перед гражданским обществом. Рассчитывать, что этот вопрос, поднятый в нашем репортаже, решится сам собой, не приходится. Нужно всем заинтересованным сторонам подойти к этому вопросу разумно и взвешенно, пойти навстречу и помочь друг другу в это непростое время.